Итак, до важнейшего праздника, Пасхи, остается все меньше времени. По всей стране с самого утра православные идут в храмы освещать куличи и яйца. Сегодняшний день особенный вдвойне. Благовещение пришлось на Великую Субботу. Такое бывает крайне редко. Ольга Паутова о том, с каким чувством люди готовятся к Пасхе. На куполах играют лучи солнца. Вот и в храм люди приходят с таким же солнечным настроением. Ведь сегодня у православных сразу два важных события. Великая Суббота, и это бывает крайне редко совпало с Днем Благовещения. Согласно Библии, именно в этот день архангел Гавриил принес Марии весть о том, что она родит Сына Божьего. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Впрочем, утреннюю службу провели по традициям Страстной Субботы. Во время литургии священники поменяли темное облачение на светлые одежды. Знак победы Христа над смертью. И для прихожан служба перед праздником Пасхи всегда особенная. Пасха является апогеем таким, когда ты приходишь с восторгом, с очищением, и ты радуешься всей душой. Для меня Пасха, ну, это что? Во-первых, радость, обновление жизни. Думаешь много о том, чтобы что-то сделать такое, чтобы запомнилось. После Пасхи все обновляется, все становится ясным, понятным, и жить хочется дальше продолжать. Обычно в благовещении держащим пост разрешается есть рыбу, но только не в этом году. Ведь сегодня последний и один из самых строгих дней Страстной недели. Все приготовления идут уже к завтрашнему столу. И во дворе Богоявленского собора в Елохове разносится аромат выпечки. С раннего утра кто всей семьей, кто в одиночку, пока домашние спят, приносят угощение в храм, чтобы осветить яйца творожной Пасхи и куличи. Мне испекли ученики. Для меня это тоже некое послание. Это обыкновенное. А вчера мы делали сами, все украшали, дети в основном. Это тоже традиция. Пекла по традиционному рецепту куличи и попробовала в этом году апельсиновые куличи. Такие более светленькие, желтенькие. И пусть солнце сегодня выглядывает редко, на столах все цвета радуги. А краска и украшение яиц любимые обычаи у взрослых и у детей. Классический цвет, конечно, красный, но использовать можно любые оттенки. Вот мы нашли уже второй год, так петрушечку завязали в чулок, чтобы она не сдвинулась. И в шелухе отварили. Так красиво получилось. Берем яйцо и вот так вот надеваем вот эту наклеечку и опускаем в горячую воду. И они так вот красиво получаются. Великую субботу называют еще и тихой. Сегодня не время для шумного веселья и гуляний. Только в этот день молчат церковные колокола. Перед Пасхой нужно забыть старые обиды, помочь нуждающимся и провести время в кругу родных. Впереди еще целый день, чтобы успеть осветить праздничное угощение. Ну а вечером православные вернутся в храм уже на пасхальную службу. И конечно все с нетерпением ждут схождения благодатного огня. По традиции его частицу доставят и в Москву. Ольга Паутова, Максим Катаев, Лариса Никитина. Первый канал.